Завершилась главная осенняя презентация Apple. За 3 минуты рассказываем о всех представленных устройствах. Первой новинкой стали часы Apple Watch Series 9. Они сохранили классический дизайн, прямоугольный корпус, дисплей с загнутыми краями, а еще добавили новый цвет. Часы работают на процессоре S9. Это чип на 50% мощнее аналогичного в Series 8. Экран тоже прокачали, теперь он имеет максимальную яркость 2000 нит, как у iPhone. Главная фишка – новый жест. Теперь часами можно управлять одной рукой, сжимая большой указательный палец. Удобно в том случае, если вторая рука занята или просто лень тянутся. Цена часов от 400 долларов. Минорный апдейт – брать только если старые часы уже лагают. Второй новинкой стало следующее поколение Ultra Watch. И здесь без значимых изменений. Только новенький, самый яркий дисплей для часов Apple и улучшенная автономность. Железо такое же, что и у обычной девятки. Переходим к iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Базовые пятнашки по сути те же самые смартфоны 14 и 14 Plus, только с железом 14 прошек. Они имеют дисплей на 6,1 и 6,7 дюймов. Две камеры, плоские рамки. Но на передней панели стартовых моделей теперь есть Dynamic Island. Основной модуль двойной камеры теперь имеет разрешение 48 Мп. Телефоны могут снимать видео в режиме Cinematic Mode и разрешение 4К. Ну и самое важное – все устройства серии имеют порт USB-C. Пока Lightning. Вместе с этим представили обновленную гарнитуру AirPods Pro 2 с таким же разъемом. Гарнитуру можно заряжать от iPhone при помощи кабеля. Переходник уже тут как тут за 30 долларов. Стоимость iPhone 15 и iPhone 15 Plus начнется с 800 и 900 долларов соответственно. Ну и самой ожидаемой новинкой стала профессиональная линейка iPhone 15 Pro. Топовые iPhone 15 Pro и 15 Pro Max получили корпус из титана. Теперь это самые легкие телефоны Apple во всей Pro линейке. Также инженеры уменьшили толщину рамок. Размер дисплеев остался тот же – 6,1 и 6,7 дюймов. Появилась кнопка Action, которая заменит переключатель бесшумного режима. Например, можно настроить, чтобы по нажатию на Action включался бесшумный режим, открывалось приложение камера, фонарик или лупа, запускалась программа с переводчиком. Отметим, что Action появится только в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Базовые смартфоны Apple останутся со старым растяжком. Устройства работают на процессоре нового поколения A17 Pro, который имеет 19 миллиардов транзисторов и на 10% быстрее A17. Сенсоров камеры также три, но основной на 48 мегапикселей стал больше. В iPhone 15 Pro есть поддержка трехкратного оптического зума, 15 Pro Max – пятикратного зума. Цены на iPhone 15 Pro в США стартуют от 1000 долларов за базовую модель, цена не изменилась, и от 1200 долларов за модель Pro Max, но с накопителем на 256 гигабайт. Старт продаж намечен на 22 сентября. А что вы скажете по поводу новинок? Пишите в комментариях. Продолжение следует...